Привет, с вами Станислав Валентинович, и в этом неспешном разговорном видео мы с вами поговорим о такой животрепещущей теме, почему же все, не только российские, но в принципе и мировые высшие учебные заведения, ну, откровенно говоря, дерьмо. Почему? Я сейчас буду долго, последовательно свою позицию объяснять, разъяснять, а вы, пожалуйста, не забудьте лайк поставить этому видео, если оно вам понравится, и оставить комментарий, согласны вы с моей позицией, не согласны, и, пожалуйста, развернуто аргументируйте, мне это очень важно и интересно услышать вашу позицию. Обычно, когда школьник сдает ЕГЭ, естественно, что он ждет от меня, так как я готовлю к ЕГЭ, но я на самом деле не являюсь специалистом по вузам, и уж тем более там не точно по гуманитарным, и еще тем более по техническим вузам, я только так вот могу в целом сказать, что, понятное дело, самые крутые вузы, это высшая школа экономики, наверное, самый современный вуз на сегодняшний день, это МГИМО, потому что у МГИМО есть такой вот ореол того, что вы станете дипломатом и так далее, об этом тоже я, может быть, не забуду сказать в этом видео, впрочем, может, и забуду на самом деле, но если забуду, может быть, отдельно поговорим. И есть третий вуз, который я бы здесь вот на третьем месте поставил, это МГУ, потому что МГУ опять, это тоже статус, это Москва, это замечательная сталинская высотка, это замечательная смотровая, и это большие длительные традиции преподавания в рамках высшего учебного заведения. Ну и есть еще многие-многие вузы, в частности, РГГУ, которые я заканчивал, Российский государственный гуманитарный университет, но я заканчивал по супернеэффективной специальности, то есть по той специальности, по которой устроиться на работу невозможно. Религиовед, я закончил учебно-научный центр изучения религий, и, естественно, что я ни дня не работал по той профессии, по которой я учился. О чем я хочу сказать, о чем это видео? О том, что, в принципе, в какой бы вуз вы ни пошли, вас там ничему не научат. Что значит не научат? Дело в том, что высшее учебное заведение, ведь это высшее профессиональное учебное заведение, оно должно вас готовить к профессии. Логично. То есть вы рассчитываете на что? Ну, имеется в виду, та разумная часть, которая поступает в вуз для того, чтобы, закончив этот вуз, видимо, дальше устроиться в жизни хорошо. Вот эта разумная часть, она ищет вуз, выбирает по тому критерию, что у него есть, видимо, какая-то хорошая программа подготовки вас, чтобы вы потом вуз закончили и устроились благополучно на работу по той специальности, по той профессии, которую обучают на этом факультете, в этом, не знаю, там, центре и тому подобное. Но есть та неразумная часть, которая поступает в вузы, особенно это молодые люди, мужчины, или мальчики, еще не мужи, или мужи, ну, уже не мальчики, которые просто косят от армии. То есть это не откос от армии в смысле, что вы себе придумываете какие-то болезни, или просто покупаете военник, но вы отсрочиваете эту службу в армии, ищете какие-то варианты того, чтобы в армию не идти. Я вас понимаю, я тоже не хотел в армию идти, и совершенно вас не призываю в армию идти, я, скорее, наоборот, наоборот, говорю о том, что если вы способны учиться, поступить в высшее учебное заведение, закончить бакалавриат, магистратуру, и потом поступить в аспирантуру, мне тогда непонятно, зачем вам нужно идти в армию. То есть в армию пойдет, наверное, человек, который, кажется, не может учиться, который не может получить высшее образование. Наверное, на этом моменте у парочки-тройки чуваков подорвет пердак, но мне, в общем, знаете, абсолютно все равно, что там с вашими пердаками происходит. Бомбят ваши пердаки, но оно и хорошо, в комментарии напишите об этом, бомбануло ли у вас или нет. Так вот, не только говоря про российские, но и про мировые вузы, надо сказать, что сегодня высшее образование является закостенелым, оно является консервативным, и за счет того, что и педагогический состав, преподавательский состав этих вузов, естественно, что это будут люди старшего возраста, это будут люди далеко за 40 по большой части. Так оно и должно быть, наверное, потому что к этому возрасту люди являются полностью профессионалами в своей сфере. Но дело-то в том, что у нас динамически развивается мир, с совершенно чудовищной скоростью растут технологии, и меняются профессии, и вы поступаете в вуз на одну специализацию, через 5 лет вы выходите, или через 4, через 6 выходите, а эта профессия-то уже не востребована, уже какая-то другая актуальная профессия. Особенно это связано с IT-сферой, это связано также и с продакшеном, это связано с съемкой видео, записью звука и так далее. Сколько программ меняется за это время? Вчера монтировали в Adobe Premiere, сегодня мы монтируем в DaVinci, и естественно, что когда вы хотите получить какую-то профессию, вы хотите получить самые передовые знания, так вы их не получите в вузе. То есть получается следующее, что в вузе вы получаете образование. То есть да, вы находитесь среди людей, чрезвычайно интеллектуально развитых, ну, кстати, не факт, что они, ну, по некоторым критериям успешны, это не факт, что эти люди хорошо зарабатывают, преподаватели, это не факт, что эти люди успешны и в семейном плане, и, может быть, они не очень известны, может, им это все не нужно. Но я к тому, что этих людей вряд ли можно назвать, ну, прямо уж успешными, да, какими-то примерами. Вряд ли вы сами хотели бы стать преподавателем в вузе, вряд ли. То есть, может быть, у вас есть такое желание и стремление, это прекрасно, потому что, ну, ведь действительно, должны же быть люди, которые будут давать высшее образование. Но кажется, что эта позиция не самая престижная. Кажется престижнее быть, скажем, брокером на бирже или быть, в конце концов, блогером или еще кем-нибудь. Так вот, блогерство вас не научат в вузе. У нас нет факультета блогерства. А даже если бы мы бы открыли какой-нибудь вуз и назвали бы факультет блогерства, ну, согласитесь, вряд ли, возможно, научить быть блогером. Потому что есть, конечно, определенные моменты, скажем, продюсирования, продвижения своего личного бренда и так далее. Да, для этого вы могли бы поступить, скажем, в высшую школу экономики, на факультет какой-нибудь там, связи с общественностью или маркетинг, или, может быть, это будет пиар и тому подобные какие-то специализации. Но именно там вас не научат быть блогером. Вы либо можете быть блогером, потому что вы харизматичны, потому что вы не боитесь камеры и так далее, либо не можете, потому что вы все этого боитесь. Значит, вы должны стоять за камерой, например, снимать и продюсировать какого-то блогера. Вот о чем речь? О том, что в вузах вам дадут образование. Часто в хороших вузах, таких как МГУ и даже РГГУ, вам дадут фундаментальное, вот в моей сфере, гуманитарное образование. Пойдете вы на философский факультет или вы пойдете на исторический. Да, вы освоите огромный объем знаний. Но получите ли вы профессию? Нет. Потому что даже когда мы с вами говорим о том, что вы поступите в педагогический вуз, я записывал недавно подкасты, и вот как раз это видео и тот подкаст, они выйдут приблизительно в одно время. И там мы обсуждаем, как раз стоит ли идти работать учителем, а до этого идти учиться на учителя в педагогический вуз. И понимаете, какая штука получается, что там всего два семестра, вот, например, у моего собеседника, два семестра его обучали теорией педагогики. Что такое теория педагогики? Ну, это когда-то кто-то какой-то там дядя или тетя, что-то вот защитили какую-то кандидатскую диссертацию, может быть, докторскую диссертацию, они какие-то положения там изложили, на их взгляд логичные, потом они долго спорили, когда защищали эту кандидатскую или докторскую. Не все с этими положениями согласны, но именно в этом вузе будут преподавать именно эти положения. А пускай другие положения, что на самом деле педагогика, она многоогранна, многообразна и так далее, и получается, что всего лишь два семестра, и не очень глубоко, да и, может быть, даже с одного только контура, с одного только ракурса изучают вот эту самую педагогику. Это раз. Второй момент. А сколько проходит практику учителя, например, когда идет на профессию учителя в педагогический вуз? Сколько? Да немного, там всего лишь у него будет год или даже полгода у них будет педагогической практики. То есть их будут отправлять в школу для того, чтобы они там как бы вот на чуть-чуть работали учителем. И то это не будет полностью работы учителем. А я уж не говорю про вузы, опять же, высшей школы экономики или МГУ, когда вы идете на маркетинг или тому подобные какие-то факультеты, а вы что, параллельно вот вас обучают работать маркетологом? Нет. Вы 4 года тянете эту лямку, защищаете свои курсовые проекты, сдаете диплом, потом не попадаете, допустим, в армию, потому что у вас плоскостопие десятой степени. И вот вы выпустились, вы специалист. Вы специалист в чем? Вы специалист в том, что вы оказались вот в этой среде, что вам дали некие знания, которые неприменимы сейчас на сегодняшний день к действительности. Потому что пока вы учились, эти знания устарели. Так надо еще сказать, что те знания, которые вас учили, эти знания получены еще лет 20 назад. И получается, что вам передают уже устаревшее говно динозавра, которое, ну, оно достойно просто того, чтобы изучать, что да, люди когда-то раньше так думали. Знаете, как история философии. То есть когда-то кто-то, какой-то философ чего-то там думал. Очень интересно. Очень интересно, увлекательно. Но к жизни-то это имеет какое отношение? Вот вы копаетесь в этих древностях, вот какие-то философы чего-то там изучали. А вы от этого что, большой ученый, от того, что вы прочитали, как там, что думал Гегель? Нет, вы не ученые. Понимаете, у меня с этим, вот когда я в аспирантуре учился, между прочим, в истории философии, я задавал такой вопрос и научному руководителю, и вообще всему окружению, когда надо было выступить на небольшой конференции, вот своим небольшим докладом. Я говорю, а вы что, ученые, что ли, от того, что вы прочитали, что думает другой философ, вы это изложили в своей вот этой маленькой статейке? От чего вы ученым-то сделали? От того, что вы умеете читать и потом пересказывать? Или нет? Нет, вы дошли до того, что этот философ что-то такое думал, чего раньше остальные не замечали. Слушайте, он думал то, что он то, что думал, то и написал. Здесь не нужно придумывать за философа, так же, как не нужно придумывать, что хотел сказать автор в рамках литературного произведения. И вот вы перетираете из пустого в порожнее. 20 лет назад кто-то какой-то предложил перец, какой-то тоже ученый, который отстает от всего мира тоже лет на 20. Он предложил эту концепцию, занесли в учебники, вы этот учебник изучаете, скажем, как учебники по экономике Маккона Лабрю, которые были сделаны много десятилетий назад. Эти учебники попадают в вузы, в американские, в российские вузы, вы их изучаете, экономика-то уже другая. Уже как вести бизнес совсем отличается от того, как это написано в каких-то там, опять же, выкладках, условно говоря, этого элементарного ученика Маккона Лабрю или каких-то базовых фундаментальных учебниках, опять же, может быть, каких-то американских авторов, которые будут изучать в вузе. Так, опять же, бизнесу тоже научить нельзя. Бизнесом ты либо занимаешься, либо у тебя есть жилка, ты можешь руководить людьми, ты можешь их нанимать на работу, увольнять, если они плохо работают. Либо ты это можешь делать, либо ты это не можешь делать. Но ты бы долго этому учишься, обламываешься очень много, и, может быть, лет через 20 ты научишься быть бизнесменом, что называется. Хотя мышления бизнесмена с ним скорее рождаются, ну, не становятся бизнесменом. Так же, как артистам тоже рождаются. И поэтому у меня очень большой вопрос к современным вузам, потому что они не поспевают за вот этими тенденциями постиндустриальной информационной эпохи. Получается, что вы идете в вуз, допустим, на какую-то специальность, но получите вы работу по окончании этого вуза именно по этой специальности? А очень, может быть, даже и вряд ли. Особенно, если вы пошли на такие неэффективные специальности, как я, религиовед или философ, или, может быть, культуролог, музеолог и так далее. Это прекрасно, заниматься этим, это очень интересно. Но, может быть, вы родились в богатой семье, может быть, ваши родители зарабатывают миллион долларов в год, и поэтому они могут вам позволить заниматься культурой и искусством. Вы можете с таким томным видом рассказывать про изобразительное искусство в каком-нибудь современном музее изобразительных искусств. Ну, пожалуйста, вам повезло. Но мне так не повезло, я, например, в свое время совершил ошибку, по большому счету. Хотя эта ошибка меня как-то вот чудом вывела туда, где я сижу сейчас. Я занимаюсь преподаванием, готовлю детей к, ну, школьников, я не очень люблю называть детьми, к ЕГЭ по истории, по обществу, знанию. Но я этим занимаюсь не потому, что я получил такое образование. Я этим занимаюсь, потому что я этим захотел работать. Вывод какой? Что не рассчитывайте, что вы, придя в вузы, научитесь работать, потому что вы там не учитесь работать. Вас обучают старому, устаревшему. И самое главное, теории, а не практики. Да, у кого-то, может быть, какие-то элементы практики, но работать вас не научат. Потому что такой задачи не ставится просто-напросто. Да, вы фундаментально будете образованы, но профессию не факт, что вы получите. Вот парадокс. Образование вы получаете, профессию не получаете. Потому что на выходе вы будете обладать знаниями, но не будете обладать практическими умениями применять эти знания. Вот в чем проблема. И поэтому получается, что вы идете в вуз, и 4 года, 6 лет вы тратите впустую. А вы выходите, вы уже отстали от тенденции, вы еще не работали. И тогда возникает главный вопрос. А что же, не идти учиться в вуз, что ли? Нет, конечно, надо идти учиться в вуз. По крайней мере, просто потому, что нужно действительно получить фундаментальное образование. Но только тому, кому оно нужно. Тому человеку, который ставит перед собой задачу получить фундаментальное образование. А если вы хотите быть, ну скажем, хотите быть оператором, или хотите быть режиссером, у меня очень большой вопрос, насколько нужно получить именно вузовское образование. Особенно в творческих профессиях. Если вы хотите быть дизайнером. Если вы хотите быть дизайнером, обязательно ли идти в высшую школу экономики. Можно в Британку, конечно, пойти. Но Британка это такой, знаете, специфический очень вуз, и он недешево стоит. Впрочем, в высшей школе экономики тоже стоит очень дорого. И, кстати, про стоимость обучения в вузе. А вы считаете, да, сколько, если вы пойдете на платный, сколько обойдется ваше обучение по итогу 4-5-6 лет? Сколько? Это же будет миллионы рублей просто-напросто. Сколько вам нужно будет лет отработать, какая у вас должна быть зарплата, чтобы закрыть оплату этого обучения, компенсировать ее, скажем, родителям? И потом еще должно что-то оставаться, наверное, чтобы жить еще на эти деньги. И потом у вас, наверное, какой-то должен быть существенный скачок после того, как вы получили это образование. Вот эти все вопросы последние многие годы меня занимают. И у меня нет тут однозначного, конечно, какого-то ответа. Но я считаю, что все равно в вуз надо идти учиться, потому что вы получаете фундаментальное образование в России. И вот здесь вот я про образование в России, потому что в России, если ты без корочки высшего образования, то ты никто, потому что если у нас есть такая категория граждан, работников, мною очень нелюбимых, называется HR, то есть те, кто нанимают работников, работа по отделу персонала, подбора персонала. И вот эти люди, которым нужно подобрать персонал по каким-то критериям, им сказали, ну, нам нужен человек с высшим образованием. Почему? Ну, потому что у нас консервативная страна, у нас множество стереотипов о том, что человек без высшего образования, значит, он из себя ничего не представляет. Ну, в каком-то смысле, конечно, человек с высшим образованием, он освоил навыки, он умеет учиться, он умеет быть системным игроком, он умеет быть командным игроком. Что такое закончить вуз? Это преодолеть вот эту всю бюрократическую ахинею. Сдать вовремя курсовую, сдать вовремя диплом, где-то с каким-то преподом договориться, где-то нужно просто отсидеть на какой-то паре, потому что если ты не будешь на ней сидеть, а он там, да он просто стоит, дед, который читает с листочка. Но упаси боже, ты не пришел на эту пару, он там читает с листочкой и тебя не отметил. У тебя будут потом проблемы на семинарах или при зачете. А потому что просто ты не отсидел, понимаете? У нас все об отсиделого. У нас школа про отсиделого, вуз про отсиделого, получается. Это не образование, это не освоение профессии. Но опять, возвращаясь к современным реалиям, приходится согласиться с тем, что все равно, наверное, основной рекомендацией человеку, молодому, будет пойти в вуз учиться. Потому что, наверное, получается так. Если вы какой-то творческий человек, вы уже сегодня, допустим, вы молодой человек, потому что девушки тут вообще как бы, ну, не нуждаются в каких-то дополнительных условиях, но если вы молодой человек, который не может пойти в армию, идите, работайте. А зачем идти сразу в вуз? Может быть, вам нужно поработать здесь, поработать там, определиться. Вы хотите получить образование в какой-то сфере, может быть, не хотите получить образование. Если вы хотите быть творческим каким-то человеком, может действительно есть какое-то достойное образование, за которое вы заплатите деньги, а потом эта инвестиция окупится в несколько раз. Тогда в этом есть большой смысл. А если вы не знаете, кем вы хотите работать, ну, опять же, идете в ВУЗ, получается, вы поступаете на тот факультет и заканчиваете тот ВУЗ и никогда больше не работаете по этой профессии. А зачем оно надо? Получается, это в каком-то смысле выкинутые годы. Да не в каком-то, а вполне себе выкинутые годы. Но опять же, без корочки, ваше резюме даже, возможно, не будут просматривать. Конечно, мы не говорим здесь про медиков, мы не говорим здесь про инженеров и так далее. Здесь, естественно, что должен быть диплом, потому что мы ожидаем, наверное, все-таки от медика и инженера, что они получили конкретные фундаментальные знания, которые они дальше будут применять на практике. Но если мы говорим, скажем, про преподавателя по подготовке к ЕГЭ, ну, вот у него должен быть какой-то диплом? Ну, хотелось бы, наверное, увидеть, но кажется, что если это просто репетитор, то совершенно не обязательно. Ой, а сейчас тут вообще до такого договорились, что вообще не нужно высшее образование, все ВУЗ позакрывать. Но я точно могу сказать, что в любом случае нужно убирать армию по призыву. Таким образом, количество людей, которые захотят учиться в ВУЗе, чтобы просто не идти в армию, их резко сократится. Соответственно, раз сократится спрос, сократится предложение, ВУЗы, которые неэффективные, которые не упускают специалистов, которые потом оправданы, как-то востребованы на рынке, тоже начнут закрываться. Останутся ВУЗы хорошие, эффективные, востребованные. Ну и дальше потихонечку должна формироваться конкурентная среда, где преподаватели, так же, как я, например, я борюсь за каждого ученика. Я снимаю видео, я веду занятия, у меня каждый год занятия лучше и лучше, презентации лучше, сам формат занятий улучшается, я думаю об ученике. А думает ли ваш, вот те, кто, может быть, смотрит меня уже не как ученик, не как школьник, а тот, кто учится в ВУЗе, а вообще вы наблюдаете какую-то конкуренцию между преподавателями? Ну, наверное, я не соберусь и скажу, что им, в принципе, в 90% случаев насрать на студента. Потому что он делает, ВУЗ делает вид образовательного процесса, а дальше преподаватель делает вид образовательного процесса, и все студенты тоже изображают образовательный процесс. Так вот, заканчивая этот разговор, такой несколько перетекающий с одной темы в другую, и, наверное, конечно, не окончательно, здесь я все свои позиции тоже еще не высказал, но хотя бы начал об этом говорить. Кажется, что... Че-то я хотел там такое сказать в заключение. Че-то я хотел сказать в заключение. Я уже не помню, что я хотел сказать в заключение. В общем, пора заканчивать. Пора заканчивать этот уже длинный, надоевший, я думаю, зрителю разговор. Пишите, пожалуйста, в комментарии ваши мысли. Ну и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok